Нормальный был мужик, нормальный был футболист, а вот правда по этой карьере этого и не скажешь. Я понял, я понял, почему все матчи играются ночью. Чтобы минимальное количество людей увидели этот ужас, называющийся матчем Амкар Крылья Советов. Да, такое зрелище, так сказать, не для слабонервных. Я даже ничего не успел сказать, потому что я не ожидал такого удара от моих футболистов. Вы просто гляньте, какая могла быть баночка. Бум! Как? По-моему, он все-таки залетел в ворота. Там как-то просто, я не знаю, сломалось пространство и время от таких великолепий. И мяч каким-то образом попал в черную дыру и выстрелся уже с другой стороны. Сетки! Корнеленко! Корнеленко! Молодец, Васильев. Единственное, вартари тут умеют финтить? Ронал Диньо! Так, хватит, хватит, хватит! Прекращай, я уже ничего не сжимаю! Каким-то чудом! Ну, как? Это чудо называется, кривоногие российские футболисты. Каким-то чудом мяч сейчас не попал в ворота Гена! 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 Извиняюсь, друзья, за излишние эмоции. Просто сейчас в меня вселился такой молодой фифер. Сейчас вот юное поколение фиферов пошло на ютубе, которые очень много орут, кривляются. И, собственно, для таких же молодых персонажей они это делают. Моя-то аудитория, мне кажется, это все старые деды, которые еще тогда смотрели! Елдачка! Ну что ж, огненное начало матча, друзья, просто огонь! Прям вау, горячо, аж парил вся! Финт Лохиялова, вы это видели? Сука! Просто смешно! Но то, что атакуют крылья, это совсем не смешно! Пеев против кого-то там, Свежов, Свежов! Так, погоди! Серьезно? Чего? Он попал? Лохиялов! Попал по воротам и забил гол! Я тут придумал кое-что, чуваки. В составе крыльев, вот-вот-вот, есть футболист Свежов. Кто мне скажет, каким образом Свежов связан с моим ютуб-каналом, того я прозову настоящим олдом. Да, сначала я сказал, что начало матча огонь, я ошибался, начало матча просто с Санина. Хотя, Букин... Ну! Ну, блин, ну, долго-долго! Какой пас? Ну, бей уже! Ты просто свинопас! Пас, они... Что вы делаете? Почему не на ближнего сейчас было? Нет, ну, Лохиялов просто машина. Вы гляньте на его великолепный дриблинг. Он просто бежит со скоростью 8, и никто не может его остановить. Это как это сделать? Это же Шамиль! Потсы. Там что-то кипер-кипер тушуется. Видели, видели? Из ворот вышел. Пас. Ну! Гендос! Гендос развернуй! Бей! Вот за Гену! Там Гена получил по ногам, но Потсы просто подошел вот так вот... На 1-1. Так, что началось-то? Что началось-то? Опять чудо под названием Кривоногие российские футболисты нас спасает. Вы гляньте! Вы гляньте, что-то какие-то кружева творим! Кружева! Кружева! В дальний бей! Гендос неудержим! Он-то... Он вообще даже не бьет поворот... Ха-ха-ха! Пенальти бьем, пацаны! Пена! Вы гляньте на Илью Максимова, 87-й номер. Он просто побледнел от страха, потому что к точке подойдет Гена Гол! У него, правда, скилл пенальти 60! Эх, ну ладно! Гена заслужил! Это делается вот так! Это делается вот так! Ноу! Ноу! Офсайдо! Голо отменяндо! Нет, нет, друзья, кто-то сбивает-то. Что это за Вин Дизель волосатый? Григорян? Вообще без понятия, что это за футболист? Фух, пацаны, остается чуть больше 10 минут до конца встречи. Жара! Да, самая настоящая жара и на поле, и под... Не под полем, а под моей задницей, потому что дома жарко, я весь потею, обливаюсь, волнуюсь. И Рябко тоже, надеюсь, волнуется. Хотя нет, ему не стоит волноваться, нужны хладнокровные передачи. Гена Букин прибавить. Фланг! Фланг! Подключаем к атаке! Манини! Бежит! Бежит! Как может, бежит! И! Убирает! На замахе! И! Гол! Гол! Дубль! Это, наверное, первый дубль вообще в этой карьере. Я начинаю тянуть время, мне похер. Эть, 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 эть. Но я вижу, что крыльям самим мяч-то особо не нужен. Смотрите, они даже не прессингуют. Российский футбол максимально реалистично. На улице орут, поздравляем, если вы не слышите. Ну, спасибо, да, и побеждаю 3-2. Но еще рано поздравлять. Еще целых минут пять играть. Манини тем временем вновь разрывает фланг. А где сейчас? Я два пенальти оплачивал. На секундочку. Если в Лохиялове проснется Роберт Карлос, нам жопа. Рикошет! Фу! На Рубин, на Рубин выручает. И это, друзья, то, что я называю победа. Поздравляю! Вы приобрели бутсы и кинг файнал FG. Вау, как круто! Полюбаться какое-нибудь паленое говно с Алиэкспресса. Что-то я вот не пойму. Мне здесь предлагают контракты продлять, но, если честно, я не хочу продлять контракты с якутками и прочими. Что мне нажимать, чтобы было хорошо? Вот Пеев мне нравится, например, да? Давай, иди сюда. Сиракова можно продлять. Ну, вот нас все... Насчет остальных я что-то не очень уверен. Вот Семенов молодой парень вроде бы, да? Да, молодой Толян. Все, все остальные идут работать в Макдональдс. Мне похеру. Рябко, брат! Ху-ху-ху-ху! Хе-хе-хе-хе! Ха-ха-ха-ха! Мы отбились. Знаете, мне прям очень нравится наш новый левый защитник. Но не в этом моменте, но тем не менее, он лучше, чем то, что было до этого. Я уж не помню, кто там играл до него. Какой-то там Иван Залупа. Но вот Аккарди по... Половчей, короче, пасы... Вообще пустой фланг. И пасик сюда срочно! Ну, Гендос! Это как так-то? Это Белинов, да? Это Белинов? Блин, такой момент прям по европейским стандартам разыграли. Генопасующий. Ой, пяточки, пяточки и в угол! Ну, я не угловой флажок имел ввиду, солнышко. Сейчас будет гол, смотрите. Ну да, если бы на воротах стоял бы 20-сантиметровый вратарь, возможно бы мяч его сбил бы. Потому что мяч просто катился на жалкой скорости. Пермь великая! Генобукин на дреблинге! Вы видели это? Вы это видели? Пожилой дриблинг. Как там было-то в самом сериале дряблый дриблинг? Я уж не помню эту серию с губернием. Если вы помните, то напишите в комментариях название этой серии! Точнее, название этой передачи! Блин, я перед видосом съел пиццу и у нее были такие, сука, сухие корочки. А я съедаю все, в конце концов. Я воспитанный человек. Не знаю, как это связано, но тем не менее. Такие сухие были корки, знаете ли. Прямо как счет на табло. Ну, если серьезно, то в животе какой-то привкус, как будто я какого-то пенопласта поел. Неприятно играть и с Кубанией тоже неприятно играть. Такая вязкая команда! Генобукин Да ладно! Где Фол? Я не знаю. Это бред. Это бред. Давай. Так это еще и не Белинов, это Корюкин. Корюкин делает сейвы? Это в какой вселенной мы живем, что Корюкин делает сейвы? Кто такой вообще Корюкин? Нет, ну Кубя... Кубянь. Кубянь. Кубань просто супер вялая, как пожилая писька. Ну, нужно, нужно их дожимать, потому что ну, шесть в очков за одну серию это будет просто великолепно был. 20 минут до конца. Вы гляньте, как мы двигаемся. Да хреново, но мы двигаемся в отличие от Кубани, которая вот, наверное, впервые за весь матч центр полета перешла на целых два метра и потеряла мяч. Пеев! Пас! Отлично! Манине! Вот сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет, пацаны. Рябко! Рябко! Ну, Рябко это Рябко, что от него требовать? А вот Манине это футболист, друзья, это футболист высокого калибра и хитрых пасов и потцы не хуже! Нет, хуже, нет, Рябко хуже, я имел ввиду. Короче, атака захлебнулась мочой. Все. Нет. Этого быть не может. Этого просто не может быть. Нам забивает, блядь, какой-то шаман. Помните, в фильме Хищник 2 был такой же шаман, который на костях гадал. Классная контратака, я ничего не скажу, и развели здорово. Да, есть о чем подумать, ночью плача под одеялом. Игра мне преподала еще один урок, не выпендривайся раньше времени. Ну вот, о чем я и говорил, да, мы Кубань просто прижали. Мы по-прежнему на почетном 15 месте и по-прежнему до зоны спасения 4 очка. А это, между прочим, уже был 20-й тур. То есть всего 10 туров остается на то черный леблядь. Спасибо. Не знаю, это что-то, наверное, обидное, какие-то, наверное, зэковские понятия. Не знаю, по-моему, такая есть колония очень жесткая. Или черный дельфин, или черный слон, черный мангуст. Не знаю, я, слава богу, там еще не был в таких местах. Так вот, всего 10 туров остается, чтобы спастись. Это жестко, чуваки. Ну что ж, друзья, следующая серия на сопернике это Динамо и Ростов. Если видос набирает 2000 лайков, то два матча. Так что все в ваших руках. Точнее, даже в одном пальце. Чтобы поставить лайк, нужен всего лишь один палец. Клик и готово. И мне приятно. Надеюсь, и вам было приятно смотреть эту серию. Всем удачи, всем пока. С вами был Янтон Чейс. До свидания.